В некоторых видео ютуб, да и книгах, настаивают на необходимости затягивать болты и гайки с таким моментом, чтобы напряжение в стержне составляло 60% от предела текучести. Или 70% по зарубежной традиции. Неужели это верно? Откуда взялись именно 60%? В поисках ответа перекопал много материала. И теперь точно знаю, что рекомендация ошибочная. Но начнем с того, как рассчитать момент затяжки болта. У материала болта есть такая характеристика, как предел текучести. Если на головке болта есть маркировка класса прочности, то неважно из какого материала он сделан, производитель гарантирует характеристики, соответствующие стандарту. Если класс прочности указан, то в ГОСТ 1759.4 в 87-го года по его значению можно определить предел текучести. Можно также определить предел текучести, умножив два числа, разделенные точкой, в обозначении класса прочности, и дописав еще один ноль. Это не академически точный способ, но значения соответствуют действительности. Из стандарта на резьбовые детали можно определить внутренний диаметр резьбы и принять его для расчета опасного сечения. Например, по формуле πd квадрат деленное на 4. Число π имеет значение. В настоящий момент определено до более 100 триллионов знаков после запятой. Далее необходимо определить усилие затяжки. Где-то в этом месте в расчетах появляется величина 0,6 или 60% в зависимости от способа ее представления. Ясность в этот вопрос помогла внести книга «Резьбовые соединения» 1973 года. В ней на страницах 228-229 в главе 10 описано происхождение этого коэффициента. Кратко. Момент затяжки определяется условием обеспечения нераскрытия стыка. 60% от предела текучести определяет верхний предел напряжения затяжки. При этом в книге приводится диапазон от 0,5 до 0,7 предела текучести. Для высокопрочных резьбовых соединений рекомендуется от 0,8 до 0,9 предела текучести. Само значение определяется по более сложным формулам для исключения возникновения пластических деформаций. Значит, в качестве расчетного напряжения необходимо брать не 0,6 предела текучести, а значение не больше этого. Усилие затяжки равно произведению площади опасного сечения на расчетное напряжение затяжки. Далее переводим усилие затяжки в момент затяжки. Здесь обращусь к книге «Затяжка и стопорение резьбовых соединений 1971 года». На странице 17 есть формула, где Q – осевое усилие в болте. μr определяет трение в опоре, гайке или головке болта. К, D определяет трение в резьбе. Коэффициент К учитывает шаг резьбы, средний диаметр резьбы и трение в резьбе. Различия между мелким и крупным шагом резьбы одного диаметра связаны с двумя параметрами – средним диаметром резьбы и шагом. При этом связь от одного параметра прямая, от другого – обратная. А это значит, что значения момента затяжки с мелким и крупным шагами отличаются незначительно. Жмите кнопку «Подписаться». На все вопросы в комментариях по возможности будут даны ответы. Ссылки для помощи каналу в описании и закрепленном комментарии. Самое главное – продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер. Продолжение следует...